Зимний дворец В прошлом – главная царская резиденция Российской империи. Сегодня – всемирно известный музей, Эрмитаж, где хранится более трех миллионов произведений искусства. Настоящий храм – сердце Северной Пальмиры, как называют его в Санкт-Петербурге, в городе, где каждая пять земли связаны с великими именами императоров и меценатов, поэтов и писателей, художников и архитекторов. Один из них – архитектор Франческо Бартоломео Растрелли. Зимний дворец – одна из вершин творчества этого ярчайшего представителя русского барокко. Итальянец по происхождению, потомственный архитектор, он приехал в Санкт-Петербург 16-летним юноше, но именно здесь сформировался как великий зодчи, построивший грандиозные дворцы в Петербурге и его окрестностях. Зимний дворец был возведен в 1754-1762 годах по заказу дочери Петра I Елизаветы Петровны. За годы его существования в качестве царской резиденции эти стены помнят восемь венеценосных владельцев. Поистине дворцовые интерьеры, как утверждают специалисты, это страницы российской истории и выдающиеся памятники архитектуры и искусства. И уже во второй половине XIX века Эрмитаж из императорских художественных собраний превратился в общедоступный публичный музей. Его первое торжественное открытие состоялось 6 февраля 1852 года. Эрмитаж. В самом начале он абсолютно точно соответствовал своему названию – место уединения. Даже великий Александр Сергеевич Пушкин, чтобы попасть сюда, получал специальное разрешение. И вот исторический парадокс. Сегодня это одно из самых посещаемых мест в мире. Эрмитаж существует более 250 лет. Дата его основания принята считать 1764 год. Это год приобретения первой коллекции – 225 картин, среди которых были работы великих европейских художников. Таким образом, его коллекции формировались в течение трех столетий. И наряду с великими шедеврами Запада в его экспозиции разместились и древние ценности Востока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова